В Якутске прошел первый конкурс-фестиваль песчаных скульптур. В нем приняли участие 9 якутских мастеров. В течение двух дней они работали над созданием самых разнообразных фигур из прессованного песка. О том, что получилось, расскажет Сарглана Захарова. Каруто — мифическое существо, способное превращаться в разных животных. Одно из его перевоплощений в сказочную птицу, рассекающую ночное небо, изобразил в своей скульптуре художник-осторец Федор Марков. Понимать здесь, наверное, трудности будут, поскольку не каждый знает эту птицу или существо. Связывая галактикой, поэтому добавляю элементы звезд, звездопадов, всякие линии. Также на выставке можно увидеть и хорошо известных всем якутянам сказочных персонажей. Так старуха Биберекян со своей коровой замерли здесь в ожидании чудесного появления дочки-красавицы. Наносит последние штрихи на скульптуру ее автор Василий Аргунов, который известен жителям республики как мастер по изготовлению фигуры изо льда. Опыт работы с более привычным материалом он решил попробовать на песке, и результат оказался успешным. Оказывается, некоторые детали можно и фрезой время сэкономить, чтобы чистить. Это, оказывается, песочная скульптура очень тонкая, требует ювелирной работы. Я даже не знал, какие инструменты пользуются в песке. И поэтому для разнообразия хотел попробовать и попробовать. Несмотря на то, что конкурс песчаных скульптур проходит в Якутске впервые, песок как строительный материал знаком нашим мастерам уже давно. Раньше его использовали для строительства печей камелек. Он зарекомендовал себя как прочный и долговечный материал. Предки раньше делали камелек под таким способом. Посмотрели, как они делают эту песчаную скульптуру, оказывается, одно к одному сходится. И поэтому я думал, это наше, и мы решили создать такой конкурс, фестиваль. Конкурс посвятили празднованию Дня города, который пройдет в эти выходные. До этого времени скульптуры окрепнут и затвердеют. Их покроют специальным слоем, чтобы ни дождь, ни снег не разрушили плоды трудов художников. А скульптуры еще долго радовали жителей и гостей столицы.